Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Вкусно, сытно и стильно. Женственно и максимально модно. За столом должны сидеть самые близкие вам люди. Все тонкости встречи года собаки, шоппинг и кулинарию ударилась Альбина Минебаева. Цветочная, танцующая, поющая. Самые необычные елки мира у Лины Зинатулиной. Какие в жизни, такие и на экране. Узнал Салават Мухаммадулиан. Татарстанские медики уходящий год завершают с планом работ на ближайшую неделю и получают подарки. Сегодня 7 ЦРБ республики получили по реанимобилю перед генографическому кабинетом. Фургоны куплены на средства республиканского бюджета. Врачи смогут обследовать, оказывать экстренную помощь и перевозить пациентов с тяжелыми травмами. Уже на службу машины уехали в Елабугу, Зеленодольск, Манделевск, Челны, Нижнекамск, Камские поляны и Чистополь. Скорая помощь продолжит работать и в празднике. В Казани это 80 бригад скорой помощи и круглосуточные стационары. Все ресурсы для спасения жизни в республике Татарстан задействованы и вертолеты, и ренемобили, и даже мотоциклы, которые, как правило, приезжают в два раза быстрее в общественные места. И мы этот опыт тоже используем. Итоги года подводят сегодня в Доме правительства. В Татарстане закончен ремонт жилых домов, школ и детских садов. О стройке в республике сегодня отчитался министр строительства Ирик Файзолин. Закончен ремонт 146 школ, 110 детских садов плюс 982 многоквартирных дома. Капремонт жилого фонда остается важным пунктом жилищной политики. И, как не раз отмечал Владимир Путин, важно соблюдать не только стандарты качества, но и доступность тарифов для населения. Я обращаюсь и к руководителям исполковым, главам администрации, к заказчикам, надзорным службам. Всегда любой объект может иметь замечания, поэтому должны подрядчики, которые были выбраны, в оперативном порядке замечания снимать. На смену 2017-му уже спешит Новый год, 2018-й по восточному календарю, год желтой земляной собаки. Астрологи говорят, что знак отличается чувствительностью и любовью к человеку, но все же советуют не забыть задобрить собаку. Что надеть перед боем курантов и какие блюда лучше всего подать на стол? Альбина Менебаева о правилах года. Альбина Менебаева о правилах года. Мандарины, продукты для салата Оливье, если это сметается с полок трещота, то с космической скоростью уходит мясо. Косточки разбирают настолько быстро, что даже Дед Мороз не успевает моргнуть. Честно говоря, мясо расходится на ура, не успеваем накрывать витрину. На этот раз специфика встречи года собаки удачно смешалась с мясными предпочтениями россиян. Салаты, селедка под шубой. И все? Шампанское, водка. И сочные, и обжаристые, такие хорошие, вкусные шашлыки. Сегодня мы будем готовить ребрышки ягненка. И по мне так оно должно быть вкусно. По оригинальной версии повара Искандера Нурудинова, ребрышки должны быть приготовлены в печи. Все это перемешиваем, чтобы все ребрышки были укутаны в этом маринаде. Мне тут доверие одной из ответственных задач, положить эти ребрышки на огонь. Вот здесь печь. Ну, горячо. Минут 30 и все, можно подавать на новогодний стол. Если обычно рады приходу Деда Мороза и Снегурочки, то у нас в новостях безумно счастливы, когда появляется вот такой вот рейл с одеждой. Ведь в предновогодние дни не поехать, не побежать по магазинам. Лениза, что же надеть в новогоднюю ночь? Самый актуальный цвет это землянистый желтый. Но, конечно же, без шика и блеска нам не обойтись. Поэтому пайетки являются фаворитом. 2018-й лучше встречать в золотых, коричневых и желтых цветах. Последние оттенки, кстати, в дефиците. В этом году стилисты советуют вспомнить стиль ретро, чтобы оставаться модный весь 2018-й. Такие варианты можно обыграть не только в новогоднюю ночь, но как-то и приобщить в будни. Наряжаемся и готовим для близких. Поэтому главное, чтобы все было сделано с душой. Тогда и собака в 2018-м завиляет для вас хвостом. Гирлянды, огни, мишура и мандарины уже готовы встречать Новый год и регионы республики. Городские елки открыты, горки ждут детей, а взрослым тоже предлагают вспомнить детство. На этой неделе в городах республики главным предпраздничным событием стало открытие елочных городков. Яркими огнями зажглась зеленая красавица на центральной площади набережных Челнов. Тут же для развлечения горожан залили каток и установили горки. Во время новогодних каникул в елочном городке будут продавать выпечку, горячие напитки и сувениры. Помимо этого в праздничные дни в городе будут проходить спортивные и творческие мероприятия. Для маленьких челнинцев прошла городская елка. Елки очень красивые, очень хорошо наряжены в городе. Я всем желаю счастья, здоровья и семейного благополучия. Пускай наш Катарстан остается таким добрым, нежным и свободным. В Нижнекамске в дни праздников для горожан подготовили программу на любой вкус. Активных и экстремальных ждут трассы для катания на ватрушках, пейнтбольные площадки. Для любителей размеренного отдыха открыты лыжные трассы и катки. В елочных городках можно будет покататься на лошадях и в санях. Народ уже готов к празднованию. И естественно, я как и все, созрел уже, так сказать. Быстрее бы, быстрее бы, вот-вот. Сегодня настроение есть уже давно. И когда эти елки всегда такое настроение и радость от других людей. Сегодня альметьевцам создавали праздничное настроение в Центральном городском парке. Здесь прошла развлекательная программа. Основные гуляния в Новый год пройдут у елки на Центральной площади города. Гостей ждут игры, концерты, семейные старты. Для активного отдыха есть Центральный каток. Всем крепкого здоровья, процветания вашему городу. Город очень красивый, хороший, молодой город. Всем в Новом году хочется пожелать огромного здоровья, самое главное, счастья большого. И чтобы у всех был достаток, чтобы все были живы, здоровы. В Ознакаево у Центральной елки прошли праздничные мероприятия. С наступающим Новым годом горожан поздравили Дед Бороз и Снегурочка. А праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Светлана Завнарева, Татарстан. В этом году в Казани в новогоднюю ночь можно совместить две традиции. Посмотреть поздравления президентов и встретить бой курантов на свежем воздухе под елкой. В парках Горького и Черное озеро 31 декабря устроят большие праздничные программы с большими телеэкранами. Так встретить 2018 год посоветовала помощник президента Наталья Фишман. С ней наш корреспондент Дмитрий Аринин сходил практически на ночное рандеву, где узнал, что еще интересного можно увидеть в парках Татарстана в эти новогодние праздники. Здравствуйте, Наталья Львовна. Здрасте. Как вам елка? Замечательная, красивая. Раз уж в таком месте прекрасном оказались, наверное, грех не погулять. Пойдемте. Пойдемте. Скажите, такой вопрос в тему, какие шаги в этом году сделали парки Татарстана в своем развитии? Ну, вы знаете, во-первых, мы просто построили еще 68 новых объектов по всей республике Татарстан. Но на самом деле качественные изменения, наверное, заметны как раз сейчас, потому что мы начали думать о том, как наши парки оживлять. И поэтому у них появляется новогоднее оформление, поэтому у них появляется новогодняя программа. Наверное, главный шаг с точки зрения архитектуры и качества проектов мы сделали год назад, а вот в этом году мы больше занимались насыщением, созданием новых функций, точек активности для жителей республики. Я смотрю, у меня даже есть парк Галка для следующего вопроса. В Казани выходи гулять. Наталья Любовна, куда можно гулять в парке, на новогодний парк? Слушайте, на самом деле, во все парки, которые относятся к вновь созданной в Казани дирекцией парков и скверов, конечно же, у нас будет очень насыщенная программа и главное наше пространство. Это здесь, это Черное озеро, каток. Сейчас чуть-чуть станет холоднее, он снова заработает. Вы видели сегодня выступления наших французских гостей и будут выступления коллектива театра «Высокие братья». Вы можете на сайте парк.татар или в социальных сетях следить за списанием их выступлений. И в новогоднюю ночь можно будет до трех утра участвовать во встрече Нового года, что здесь, на Черном озере, что в парке Горького. Мы организуем большую программу с экранами, будем слушать обращения президентов и размечать вместе со всей страной. А сейчас, допустим, в парках вечером безопасно гулять? Наш президент отдельным образом выделил средства на организацию безопасности на время новогодних праздников в парках. За что ему отдельная благодарность, потому что это позволяет нам не перегораживать все входы, все объекты какими-то бесконечными фан-барьерами, а как-то прям таким чувством собственного достоинства, как белые люди прогуливаться, чтобы все было в доступе и всем при этом было спокойно и безопасно. Спасибо за прогулку. С наступающим вас праздником и со всеми. Всего самого доброго. Пусть у нас в Татарстане следующий год будет еще лучше, чем предыдущий. До встречи в Новом году. Спасибо. Ждем новых достижений. Спасибо. С Новым годом. Спасибо. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани будут работать до 2 часов ночи, метрополитен до полуночи. А утром 1 января движение по маршрутам начнется в 7.00 и закончится в полночь. В дни новогодних каникул с 30 декабря по 8 января транспортное обслуживание жителей и гостей нашего города будет организовано по графикам выходного дня. Традиционно в ночь с 6 на 7 января на Рождество к часу 30 ночи на остановке центральный стадион будут ждать автобусы. Они развезут во все районы города. Ёлки и цветов, конструкторы и даже живых Дедов Морозов как только не украшают главный атрибут праздника в разных уголках планеты. Традиция ставить ёлку на Рождество и Новый год зародилась в средневековой Германии, а с 19 века стала популярной в России. В наши дни способы украшения новогодних деревьев вышли далеко за пределы привычных гирлянд, игрушек и свечей. Прямо сейчас мы покажем самые оригинальные ёлки мира. В Лондоне на железнодорожном вокзале установили вот такое рождественское дерево, похожее на символ весны. 14-метровая ель и только живые цветы. А в этой ёлке главное звучание. Поющий ель Цуриха отмечает 20-летие. На трибуне в виде праздничного дерева собираются участники рождественских хоров, поёт необычная ель дважды в день. Елка в Париже, как истинная француженка, постоянно меняет шикарные наряды. Она в разные годы примеряла и кристаллы Сваровские, и самые разные арт-идеи лучших дизайнеров. Ну а в этом году надувные сладости. А в Москве ёлка из живых Дедов Морозов, да ещё и поющих. Из конструктора Лего в Мильбурне построили не только дерево высотой в 10 метров, но и с Санта-Клауса, щелкунчика и рождественского эльфа. А главная ёлка Чехии не поёт, а танцует огнями в такт к классическим произведениям. Необычная геометрическая конструкция в качестве ёлки в итальянском Турине. Ветраж из стеклянных граней со свечами в темноте играет разными цветами. А самая большая плавучая ель в мире высотой 82 метра находится в Рио-де-Жанейро. Впервые ёлка на озере появилась здесь в 95-м году. Иллюминация – целое шоу. Литовская новогодняя ель признана самой большой и красивой в Европе. Настолько яркой и масштабной она получилась в этом году. 70 тысяч лампочек и 900 игрушек. Это были самые интересные и необычные ёлки со всех уголков планеты. Как видите, фантазии нет предела. Ну а тем, кто ещё не нарядил главный праздничный атрибут, самое время покреативить. С наступающим Новым Годом! На французской стороне окажется один из слушателей ретро-ФМ. Сегодня Алексей Попов выиграл путёвку в Париж на три дня от любимой радиостанции. Что нужно было сделать? Об этом далее. Под любимой песней праздник для своих. Сегодня в торговом центре республика собрались преданные слушатели ретро-ФМ Казань. Разыграть путёвку в Париж на радиостанции решили после концерта Патрисии Касс в Казани. Развелась такая идея, почему бы не разыграть путёвку в Париж. Потому что в ротации ретро-ФМ очень много хитов из 70-х, 70-х, именно на французском языке. И мы решили придумать такой интересный конкурс. Механика очень простая, нужно дозвониться в эфир, правильно перевести песню из трёх вариантов. Каждый в ожидании подарка. 43 человека, все участники розыгрыша. Стоит отметить, что ни один гость не ушёл без подарка. Поверить даже не могу, я до сих пор, как говорится, ну, немножко шок, но радость тоже перед Новым годом, естественно. Как доказали сегодня, мечты сбываются. Для этого просто нужно слушать ретро-ФМ Казань на частоте 102,4. А в путешествии Алексей Попов отправится с женой уже в январе. Московский цирк Никулина в Казани на зимние каникулы. Авторское шоу привезли в Татнефть-Арену знаменитые укоротители тигров Карина и Артур Багдасаровой. Накануне состоялась премьера новой программы «Планета 13». Почему 13? Число очень даже счастливое. Воздушные гимнасты и акробаты, жонглёры и канатоходцы. Здесь они показывают настоящие чудеса. Кстати, 13 для артистов число удачи. Именно столько метров по всему миру занимает арена. А легендарный цирк Никулины и вовсе расположился в 13-м доме на Цветном бульваре. Программа называется «Планета 13», потому что те люди, которые работают в цирке, мы все немножко инопланетяне, мы ненормальные, потому что мы все работаем на грани человеческих возможностей. Гвоздь программы номер с тиграми от знаменитой семьи дрессировщиков, которые на этот раз ещё и ведущие и авторы шоу. Мне понравилось всё. В цирке просто радостно. Мы в восторге, замечательное шоу. Очень рады, что купили сюда билет. Приходите. Одни захватывают дух, другие восторгают, третий смешат. В Казань привезли самые лучшие номера цирка на Цветном бульваре. За настоящими эмоциями на «Планету 13» по 8 января в Татнефть-арене. А весёлые клоуны позаботятся, чтобы зрители ещё и сами смогли стать частью представления. Собака ржака, танцы под модерн токинг и топы Ютуба – символ следующего года, один из самых популярных героев интернета. У некоторых собак есть даже свои блоги. Подготовил предновогоднюю подборку с четвероногими Салават Махмадуллин. Скоро Новый год. О, смотрите, меня снимает оператор. Или всем привет. Какие у меня прикольные ушки, видите? Снимаем всё и всех. Скрыться от камер наших смартфонов сегодня невозможно. Под них попадают и будущие символы Нового года. Кстати, собаки оказались довольно фотогеничными. Хотя это хаски, похоже, не очень любят публичность. Звезда устала. А вот французский бульдог проставил со своим смехом. Собака ржака – так прозвали щенка в интернете. Четвероногие – символы будущего года, не прочь потанцевать под дискотеку 80-х. Как говорится, you my heart, you my soul. В интернете есть даже блоги про жизнь собак. Вот, например, автор хотел показать, как его питомцы впрещают блины. Но тут что-то пошло не так. Ну, Тайга, ну что ж ты портишь? Сидеть! Но от этого любовь собак к нам, похоже, не иссякает. Мишка, I love you! I love you! I love you! I love you! Иногда, исполняя наши поручения, они сталкиваются с неразрешимыми задачами. Такие веселые, немного неуклюжие и преданные собаки во всемирной паутине. Какие в жизни, такие и на экране. Салабат Мухмадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Ну, а самое смешное и интересное в сети – в нашей итоговой новогодней рубрике от Армана Кастаняна. Уважаемые татарстанцы, дорогие друзья! 2017 год уходит. Он был непростым. Столько фотографий было выложено в различные социальные сети, и мы всей страной, я бы даже сказал, всем миром, смотрели, лайкали и комментировали. Пользователи каждый день становились перед тяжелым выбором фотографий. И сейчас мы все вместе с вами подведем итоги уходящего 2017 года. Всем привет! Привет! Год уходит, пора уже подвести итоги. Никто спорить не станет, что самый итоговый ролик – это YouTube Rewind. Ролик, где собраны самые популярные темы интернета. И сразу же первый трек – Despacito. Да, потому что именно он стал самым прослушиваемым треком этого года. Самая популярная вещь – это, конечно же, спиннер. Также здесь мы можем увидеть различные пародии на видео, где люди просто попадают в космос и летят под веселую музыку. А на протяжении всего ролика люди кидаются различными красками, которые также были популярными в этом году. Ну и, конечно же, самый веселый танец этого года. И еще много всего интересного. Видео длится более 7 минут. И если вам интересно, можете посмотреть и вспомнить все интернет-темы этого года. Теперь к самому интересному – Инстаграм. Вот подумайте, какое самое, на ваш взгляд, популярное фото в Инсте? А сейчас проверим, совпала ли ваша версия с нашей статистикой. Итак, самое популярное фото – это беременная Бьонси. Свыше 11 миллионов лайков. Друзья, 11 миллионов лайков – ну это немыслимо. Но если смотреть по России, то самой популярной в Инстаграме стала кто? Правильно. Та, у которой мало половин. Ну или та, которая открывает мир других мужчин. Совершенно верно. Ольга Бузова. Ее истории в Инстаграме стали самыми просматриваемыми и обогнали даже в этом рейтинге Ким Кардашьян. Вот это точно немыслимо. А самый популярный хэштег уже пятый год подряд занимает хэштег «Лав». Более одного миллиарда публикаций по этому хэштегу. Оно и правильно. Ведь любовь – самое важное в нашей жизни. Ну и конечно же не забудем о нашей традиционной рубрике в сети с президентом. Рустам Мениханов в этом году выложил более полутора тысячи фотографий и видео в свой Инстаграм-аккаунт. И в сумме заработал более трехста тысяч лайков. Вот это прям хайп так хайп. А сейчас посмотрим подборку самых запоминающихся и самое главное – самых оригинальных фотографий из Инстаграма Рустама Мениханова. Пожелаем президенту в новом году больше классных фотографий и самое главное – здоровья и успехов. Ну что, теперь пришло время перейти к итоговому топу различных тем Яндекса по нашей республике. И сразу же новость. С нового 2018 года я запускаю акцию, где любой желающий может получить возможность оказаться в экране телевизора, озвучить в своем стиле топ-запросов от Яндекса и стать звездой телевидения. А вот как можно сюда попасть – об этом я расскажу уже в новом 2018 году. Сегодня топ-запрос татарстанца в Яндексе озвучит прекрасная девушка Анастасия Пикалева. Всем привет! Итак, что искали татарстанцы? На третьем месте – введение штрафа за отсутствие знака шипы. Тут сразу видно в топе то, что могло сильно ударить по кошельку. Вторую строчку занимает отмена обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана. Ну и, конечно же, первое место занимает банкротство различных банков в республике. Но все же – Новый год. Давайте о веселом! Спасибо, Анастасия! А мы идем дальше. Топ-мемов этого года. Третье место занимает мем – это фиаско. Кстати, вот банкротство банков было реально фиаско. Вторую позицию занимает мем Ждун. Все-таки очень смешной мем. Ну, посмотрите на него. Ну, прям смешно смотреть даже. И, наконец-то, первое место. Золото всех мемов – это, внимание, Эшкера! Что это значит – вообще непонятно. Просто какой-то порыв эмоций. Но по статистике первое место. Поздравляем! Также в топе были мемы на донышке, хайп, ну и так далее. Здоровья, успехов и процветания вам, дорогие татарстанцы, а самое главное – пользователи интернета. С Новым 2018 годом! Ура! А далее вас ждет прогноз погоды на новогоднюю ночь. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год пройдет под знаком счастья и добра. Пусть он будет успешным и радостным для вас и тех, кто вам дорог. Компания «Татнефть» поздравляет вас с Новым годом! Пусть он будет успешным и плодотворным, щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом радость и процветание. Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. Казань «Орксинтез» поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом! На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору «Вторую жизнь». «Эдельвейс» уже 25 лет радует вас низкими ценами. В честь наступающих праздников мы дарим новогодние скидки до 50%. «Эдельвейс» – если знаешь цену деньгам. С Новым годом! Обувь от компании «Идеал». Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Финальная распродажа автомобилей «Ниссан» в Канавто. Выгоднее не будет! Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш «Ниссан» ждет вас в Канавто. Пусть как сказки сбываются мечты, любви вам, счастья, красоты. Компания «Таттелеком» поздравляет жителей Татарстана с Новым годом! В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Начни Новый год с театра. 30 декабря, а также 3, 5, 7 января приглашаем в сквер Дворца земледельцев на новогодний праздник. Московский цирк Никулина представляет. Карина и Артур Багдасаровы с новогодней программой «Планета 13». По 8 января. Так, нефть, арена, Казань. 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 Здравствуйте, время новостей о погоде. Уважаемые клиенты, изготовители корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Новый год совсем близко. Время, когда все верят в чудеса. Окунитесь в мир сказки. Закажите чудо-кухни у вашей мечты. Вас рады видеть Данил Мастер всегда. Услуги там окажут без труда. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В последний день уходящего года в республике ожидается понижение температур, что может стать причиной гололедицы. Будьте внимательны. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно, но без осадков и до 4 градусов ниже нуля. На северо-востоке облачно и минус 6 градусов. На севере республики переменная облачность преимущественно без осадков и до 5 градусов мороза. На северо-западе Татарстана будет пасмурно и до 5 градусов ниже нуля. На юго-западе ожидается переменная облачность и до 5 градусов мороза. В центральном районе республики облачно и до минус 4. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды по торговой марке Кукмара. В ассортименте более 400 номинований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием. Товар для туризма, отдыха, форма для хлеба. В Казани ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит до 3 градусов мороза. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле земли спокойное. Строительное монтажное управление 12 поздравляет новоселов ЖК Приволжский с наступающим Новым годом. Счастья вам и семейного благополучия. Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги. В Новый год в новой квартире. Мир вашему дому желает всем жителям Датарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК Приволжский. В Новый год в новой квартире.